Так, это у нас моя пациентка, балерина Маша Заболотова. Маша, расскажи, как ты ко мне попала, с чем? То есть мы с тобой сколько уже знакомы? Полгода. Полгода. Как ты ко мне попала, после чего? У меня была операция на голеностопный сустав, и после операции была ограничена, ограниченность суставей. Подвижность, да? Скажи мне, пожалуйста, а как ты на операцию попала, что беспокоила? При вытягивании стопы. Как вытягивание стопы? Выборное вытягивание стопы резко защелкивало сбоку. Это там какая-то травма была или, так сказать, на ровном месте? Само началось. Само началось, да? Чем ты лечилась? Ты же не сразу на операцию пошла? Ударно-лумновая терапия, БРП-терапия, таблетки, мази. Так, а не помогали? Нет. Ударно-лумновая терапия на время снимала. Насколько снимала? Дня на два. А потом опять. Так, и тебе поставили диагноз, не помнишь какой, да, или помнишь? Что сказали? Почему операцию? Не берем это. Так, понятно. Так, и сказали, что нужно делать операцию. Да. Где ты консультировалась? В каких центрах? В ЦИТО, в больнице гражданской авиации, в Ясенево. Это Академия наук? Да. И скажи мне, еще где-то? Да, я не помню. Все, понял. Скажи мне, везде говорили, что операцию надо делать? Да. Везде говорили, что нужно делать операцию. Ну, ты выбрала центр, где сделали операцию. Что после операции? Ушла эта боль, но появилась ограниченность движения. Скажи мне, а после операции ты в гипсе ходила или в лангете, или сразу же, так сказать, сказать, что можно восстанавливаться? Можно восстанавливаться, но сразу, практически через неделю. Через неделю. Боль прошла, но появилось ограничение. И я всегда говорю, что то, что делают хирурги, они смотрят только на сустав. Они не видят причину, первую причину. Потому что не мышцы удерживают сустав, а сустав удерживает связки сухожилием. То есть, они напряглись во время травмы и держат сустав. И тогда два варианта. Или отпустить связки, или подрезать сустав, чтобы он был кривой, но не болел. И поэтому сейчас идет абсолютное приспособление к травме. То есть, есть вариант, чтобы выйти из травмы более гармонично. Или приспособиться к травме, быть кривым, но не больным. И поэтому сейчас, тебе гарантировали ли результат? Нет. Сказали, что боль постараются убрать. Ну, постараются убрать. Потому что гарантируют только операцию. Результаты. И через сколько тебе сказали, что боль будет уходить? Или лучше стали? Не сказали. Ну, правильно, может в следующей жизни, Маша. В следующей жизни будешь балериной, и боли уже не будут. Так, скажи мне, через сколько ты почувствовала ограничения? Сразу после операции. Сразу после операции. Ну, правильно, потому что костюмчик был кривой, но неудобно было. Подрезали все, чтобы быть в этом костюмчике. А когда пробуешь выровняться, то мешает. Так, сколько мы с тобой работали? Два месяца. Два месяца. Так. И, собственно говоря, через два месяца ты уже что сделала? Я могла танцевать. Могла танцевать. И, собственно говоря, то, что мы покажем, как ты танцуешь, это уже ты танцуешь после лечения. Правильно говорю? Да. Скажи мне, да, что мы здесь делали? Мы здесь с тобой делали специальное бинтование, чтобы правильно восстановить форму. То есть, практически здесь шло не просто лечение, а еще лечение от того, что сделали операцию. Потому что после операции всегда намного сложнее лечить, потому что хирург усугубляет часто процесс. Не решая его, а усугубляет. Сделал операцию, гарантия операция, когда станет лучше, но кто-то знает. Так, значит, делали бинтование, правильно говорю? Да. Плотное то, что нужно, чтобы сустав встал на место. Причем работа шла не только с голеностопом, а мы работали с тобой и с коленным суставом, и с тазобедренным, и с руками, и с позвоночником. Одно. Второе, что мы делали? Мы делали специальное кровопускание, чтобы убрать те застойные вещи, которые есть внизу. Правильно я говорю? Делали специальное растягивание связок, чтобы растянуть, как в народе говорят, растянуть жилы. Болезненно было. Но результат проявлялся практически сразу. Не когда я сделал операцию, а потом, когда-то будет, сразу же. То есть мы сделали, и практически мы с тобой все время, даже в течение процедуры, чувствовали облегчение. И с каждым разом потихоньку оно усилилось. Следующее. Потом у нас шла работа, специальная гимнастика на суставы, с вожжами, с поясом. Правильно я говорю? И здесь мы сделали как раз растягивание связок, сухожилий, надкосницы. Работа была с голеностопным суставом, бинтование колена, бинтование всей ноги. Я правильно говорю? Да? Следующее. Что здесь шло? Бинтование и стопы. Присаживайся. Присаживайся. Еще у нас была специальная гимнастика с поясом. Да? То есть помнишь, да? Со стопой все эти движения. Хорошо. Сидя, какие ты занятия у нас делал. Помнишь, да? Все вот эти наскручивания. Все. Потом все вот эти движения. Вот покажи, какие движения ты делала. Помнишь? Вот эти все вещи. И работа идет с плечами. На самом деле движение доходит до бедер, до стоп. С бедрами движение. Все вот эти движения с подъемами. Следующее. Вот эти движения. Помнишь? Посмотри, какие резкие, четкие движения. Потому что важность в этих движениях. На первый взгляд, они кажутся очень простыми. Я все не показываю. Потому что все, что показывает операцию. Мое лечение намного серьезнее. И намного глубже и совершеннее, чем те операции, которые сейчас делаются тысячами-тысячами. А эти упражнения дают возможность восстановить гармонию. Запустить связочный аппарат. И сделать так, чтобы после лечения человек чувствовал себя лучше, увереннее, чем до травмы. Я правильно говорю? И Маша у нас занималась вместе с будущими олимпийскими чемпионками. Правильно я говорю? С Полиной. То есть, вот как раз у меня был коллектив, где занималась. Маша вышла на сцену, а Полина вышла на олимпиаду. Видела, как она там выступала, да? Скажи мне, пожалуйста, вот сегодня ты пришла ко мне уже с другой проблемой. Правильно я говорю? Так. Теперь расскажи, какая проблема. То есть, тут ты оставил уже, танцуешь, там уже как бы проблема, может быть, и есть, и есть, но, так сказать, уже танцевать можно. Правильно я говорю? Что с другой ножкой случилось? Возможно, что пила просто неправильно, и резко боль приехать требовала. Так. Много не было ограничения по длижности, боли по ком-то же не было. И ты уже решила, что не нужно рисковать, и нужно сразу же прийти к доктору. Потому что для меня, чем более раннее лечение, чем более раннее реабилитация, тем лучше. Маша, ну вот, ты понимаешь, что даже и в театре, где я Наташу вылечил, тебя вылечил, мне многие верят тому, что я делаю. И что бы ты могла сказать доктору и пациентам? Ну, доктору хочу сказать большое спасибо за то, что вылечил меня, за то, что дал возможность танцевать. А пациентам хочу сказать, что не стоит затягивать с лечением, пока не поздно, лучше все вылечить на ранней стадии. Как сейчас? Раз заболела, вчера уже позвонила, пришла. А я хочу сказать, что мне было очень приятно лечить Машу, так же, как и Полину, и других спортсменов. Потому что мне важно лечить не травму, а людей, которые очень хотят быть здоровыми. Для которых здоровье – это бесценная вещь, как для артиста болезни, для спортсмена, для любого человека. Не прикрыться травмой, не уйти в болезнь, а выздороветь и стать еще сильнее, благодаря травме победить самого себя. Поэтому, Маша, и тебе большое спасибо, потому что врачу, не только пациент ищет врача, но и врачу приятно дать то лечение, которому научился все, тому, кому это действительно по-настоящему надо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ